Ну и достаточно сильное и давнее сопротивление команды Кэтс против команды Итс, наконец-то в достойной стадии турнира обоих этих крутейших исполнителей. И это G7 номер 25 и его финалы. Первая игра против команды Итс играет команда Кэтс и коты играют за Легион. Это Санни, Реоборот, Шайла Стайлз, FF и Скорпион. Против них команда Итс и это Блесс, Блэк Скай, Дайсон Картс, Лавенстав и Влади, играющие за Хеллборн в Хидденбанни. Уже не будет в этой игре от Легиона Фейда и Ралли. Офелия поразит от Хеллборна. Не любят ни того, ни того, не хотят, не хотят, ребята, чтобы против них играли именно этими почему-то лесниками. В Локе уже есть Кипер и на него, наверное, Блесс намекает, чтобы коты именно его и забрали. И вероятность достаточно велика. Да, Малуна была залога на Санни, Кипер и инженер от Хеллборна. Два персонажа для котов теперь в Локпик отправятся. Задумался, задумался Санни, очень много времени часто ему необходимо для выбора необходимых героев. Ну и двух героев в Локон должен сейчас поставить. Коты, я думаю, немного переживают перед этой игрой. Их сильные соперники. И сейчас вполне может быть и 2-1 и даже еще и непонятно в чью пользу. Баблз и Врэчит Хаг от Санни для команды Кэтс. Ну и это потенциальных 2 суисайдлайнера. Хотя, может быть и ФФ на Врэчит Хаге нас порадует. Редкие, правда, случаи, но бывало уже. Правда, чем хорошим, насколько я помню, не заканчивалось. Но все-таки посмотрим последний Лок от Блеса. И это плаграйдер. Аж целых 3 суисайдлайнера для обоих команд. Есть вы на выбор в Локпике. Даже 4. Дерево, Вхаг, Баблз, ПР, что угодно. Ну и лишь 2 саппорта. Если коты заберут дерево, то вполне могут ребята из ИЦОВ забрать Алуна и Энджи, чем немного озадачить в выборе. Ну, это может быть Хаг. Легко может быть Хаг. Джеризая в бане. Блеса, очень обдуманные пики обоих команд. Действительно много переживаний. Я уверен, что это будет напряженная игра. ТМПС в бан от Блеса. Легии тоже в бане. Вуку не хотят увидеть на легионере. И хотя последнее время на легионере он не выступает. Все команды понемножку отказываются от выбора Хардкерри. Пока, кстати, нет в бане Мунки. Впервые, наверное, за сегодняшний день. И за вчерашний, в общем-то, тоже. Силки не будет. Еще 2 бана. Силки не будет. Еще 1 бана. Пос og acер Кис sekali хватит. Еще три бана. А как? Эх, Мунк, таки там. И это артиллерия и Мун. Последние два бана для команд. Мунк вины не будет тоже. На арте, кстати, хорошо выступали яйцы. Несколько раз видел я это и артиллерию. Поэтому в бан отправил Санни. Фёрст пик. И это Пеблз для команды Легиона. Два персонажа теперь для яйцов. Им нужно ответить однозначно. Теперь сильным мидом, который сможет устоять против Пеблза. Что же это будет в исполнении яйцов? Мо-а-и. Флакс. Хммм, что-то новенькое подготовили нам инцы. Это Флакс. Кстати, видал я его уже много в компетике. Даже на Интернешнале и на GSL. Даже несколько раз был Флакс. И, кстати, хорошо себя проявлял. Но вот именно в исполнении яйцов за Флюксом я еще не наблюдал. Посмотрим, что это будет. Энджи, кстати, есть в локпике. А вполне может быть он достанется и Хеллборну. Блесс задумал неладное. Коты, наверное, хотят все-таки дерева. Но теперь уже Флюкс и Энджи хорошо смотрятся для команды Хеллборна. Вальку запросил ФФ. Валька будет. Тоже что-то интересное. Друг против друга ребята что-ли давно не играли. Или наоборот много играли. И поэтому задумали необычные для себя не сильно свойственные тактики. Валька Глацик. Ну, Глацик Пэбл, собственно, мы увидим. Предатор. Соскучился за ним. Очень причем сильно соскучился. ФП. Вот что я долго-долго-долго думал будет у котов. И что-то вот из этого. Хотя Энджи тут уже так, чтобы и не нужен. Наверное, все-таки или дерево, или... И все-таки дерево. Энджи и Пэээр. Итого, Флахс, Энджи, Пэээр. Три сильнейшие ульты. Моа на всякий случай керить, саппортить. Давать ульту, не знаю. И предатор, чтобы точно ушкерить однозначно. Здесь, судя по тому, что играет Лавен Сталф на Моа-Моа, будет такой семи-мидер. Дайсон Карт, саппорт команды Хеллборна, будет играть на Инженере. И Ласт Пик в Рэштхаг. Это уже не Суисайд Лайн для Шайла Стайлз. Хотя, да, дерево похоже в лес. О, да. Очень на то похоже, но посмотрим по игре. Кэтс против Итс начинают свою первую игру в пределах финалов. Турнир Аджи 7, номер 25. Это будет Бо-3. Соответственно, игра до двух победы. И минимум 2-0 или 2-1. Кто-то из ребят нам покажет. Коты. Ну, 1-2-1 просматривается у команды Легиона. По лайнапу Хеллборн, Предатор, Флакс, Инженер, Мастер Вармс и Плаграйдер для команды Итс. И здесь еще и не поймешь. Предатор в лес точно не пойдет. Ему нужен будет САП 2-2-1. Наверное, с пэром на хордлайне будет играть команда Хеллборна. Ботинки на пэре. Быстро поставленный вард. Скорее всего, Владе удастся реализовать. Продал Буцци. Бежит. Но его, правда, даже не встречают. Есть вардик на пуле. Вполне успешный. Во Владевском исполнении. Коты. Хага. Глацек. И Пэблс идут в чужой лес. У Хаги есть целых 2 варда. И Шайла Стайлс поставит вард на пуле. Курица почему-то даже не летающая. Не то, чтобы не полетела. Просто нет у нее такой возможности. Анимейтед тришки от дерева выдвинулись. Да, и Хаг с варлингом справится. Неужели Пэр на харде? Вместе с предатором? Что же задумали Сибири Ци? Соло флаг сверху. Моа плюс инженер на мидллайне. Против Глацека и Пэблса, мне кажется, что не будет им сильно хорошо. Моа и Энжи. Хотя они два ранжовых. Это, конечно, определенно плюс. И Рео не купил щиток. Будет много харассментов получать. Ну, а Преда против Вальки с Пэром должны справиться, наверное. ФФ сейчас немного удивлен. У встречи с предатором. Предатор на щитке, на чужом регене. Все у него должно быть хорошо. Сможет он тачить Крипов долго. Хотя скрип контролем пока немного неудач. Его поджидает. Валька хорошо справляется. ФФ пока что. Поведение на линии. У него... В общем, его никаких проблем тут не ждет. Ведь его Пред с Пэром вряд ли смогут. Плюс, опять же, у котов в леснике сейчас. То, что Скорпион пошел в лес, даст им определенный буст по голде и по опту. Хак против Луксас. Сможет ли нас порадовать Шайла Стал за 5 победы на линии или нет? Заварушка на мидллайне По эбасу, как я и говорил, будут стучать Очень неприятно по телу Без щитка и без армора Его рейнджовый харассмент прилично опрягает Пэбус очень слаб по физическому сопротивлению Внизу же предатор Боль-мень Четыре крипа у него, три увальки Но, ой, ой, как неудачно Пару плюх получил ФБФ Дерево найдет Пэбус Пэбус 10 крипов Но за счет всего регена Что был с собой Восемь у флюкса И десять у мастера вармса Ой, у вальки проблемка-то Ух, критичная 29 хп Отличный въезд от предатора с пэром На втором даже левеле Но фф чуть подставился тауру Он не был фухапешным Поэтому, конечно, тут неоднозначно Ему было неприятно Сейчас он порегенился Сможет стоять дальше на линии Ну, это почти запахло Бладластом Дерево никто не мешает Все хорошо У Скорпа Крипов не очень много Но фарм в порядке Ой, въезд по Пэбусу очень неприятный будет Будет для инженера Пушкичка Будет Пэбус стан Гладцы Как он нехорошо Такой нарезает Нарезает Но Мастер Ивана с банкой Успел порегениться И даже Не критично Теперь для него Кажется Этот въезд У Пэбуса уже тоже есть банка Но кому достанется следующая руна Гладцик Максимум регена Въезд ничем не закончился Вальку здесь хорошо гоняют За счет этого Не достается И много экспы Много динаев Предатора Она все-таки ранжовая Экспы получает меньше Опять въезд по Пэбусу И это все-таки Бладласт Справились Мастер Ивана с инженером С реоборотом И открыли счет Командоид С чем их воздравляем 1-0 В пользу Хеллборна Пэбус по крипам Не отстает Руна кстати внизу Ее Будет пытаться Закемпить энджик Но он скорее всего Просто заберет И заберет не в банку Хотя Нет Моа пошел вниз Гладцик не пойдет На встречу двоим Коты конечно Сейчас играют вчетвером И им сильно нелегко Пэр с предатором Более чем справляются Валька конечно По чуть-чуть Но быстрее берет Лавлан Хотя ей тут Нелегко Динаев Пэр уже восьмерых Крипов Загинал Предатор 14 Загинал Крипов Немного Экспы Доезжает до Валькирии Моа На дебл Демедже Въезд по киперу И это похоже Будет Ой как хорошо Отреагировал Все таки Накладся Вадим Два раза На букву Скорпион И фрага Не достался Мастеру Вармсу Моа Получается Потерял время И немного Дал пофармить Пэблсу Сила вверху Хорошо справляются С флаксом У него Через Хаунд Максин Хаунта Конечно У Рэчит Хаги Дела идут Нормально Неприятно Любому Лоуренджовому Или милишнику Под такой Под таким напряжением От Рэчит Хаги Находиться Хотя шестой Левел Наверное Одновременно Они возьмут Шестой Да Вот Шестой У Хаги Уже Кипер Рингов Сорс Хорошо Валька Получилась Суисайдером Здесь Необычная Флакс Немного Агрессии По Хаги Ох Какое Сомедление Это Флакс 900 хп Особо Без ничего Но Хаг Вполне Нормально Се ощущает У Флакса Дамажных Скиллов Только 2 А у Хаги Тоже Только 2 Но Больше Дамеджа Больше Нет Три На самом деле С замакшенным Хаунтом Но Сонаром На 1 Рэчит Хага Особо уничтожить Флакса Не сможет Ему Ему Нужно Замакс Этот Скилл А для этого Еще нужно Три Левела На 9 Левеле Нормально Сможет Выступить Рэчитаг Который Не будет Теперь Максить Блинк Похоже Фф Сам себя Отводит О Вардик Вардик Дерево 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 Хорошо Безопасно Заходит Ему Невижена По нему Вообще Нет Вполне Может быть Даблкил Пеплосу Правда Получить Шестой Левел Было бы Очень Неплохо Будет Ли он С этой Пачки Крипов Дерево Выходит Пытаться Убивать Мастера Вардик Есть Попадение Станем От Пеплоса Хорошее Продолжение Будет Ли Ждут Последнего Ульта От Кипера Есть Один Фраг Будет Продолжение По инженеру Или нет ТП Отменил Тот Кто Летел НЖК Очень Неплохо Было бы Убить Но Здесь Уже Есть ПР Который Со стака Нейтралов Со стака Эншентов Пришел Выживет Энжик Все таки Выживет Да На 12 ХП Выживает Дайсен Гардс Но Катый Счет Тоже Открыли Это 1-1 Ничья Их Сравнялась Валька Оставлена Соло Предиатор Купил Фф Банку Преда Уже Очень Агрессивный У него Уже Съел За 7 минут Игры Предшестой Очень Дела У него Хорошо 300 плюс ГПМ Уже Ну В общем Для него Это Фрифарм Линия Энжик На хосте Хочет Загнать Валку Валька Без 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 Ботинков И Пагека Попадает Но Банк Банка Все-таки Сейчас Немного Принесла Пользуем Успел Пориген ЦФ И Выжил Хотя Ему Не нравится Явно Эта игра Флаг Составлена На фрифарме В хаг 7 левела Куда-то Ходил Но Эффекта Это Особо Не принесло Въезд Попай Буз Это Будет Фраг Второй Фраг Для команды Холбон И Ци Отлично Отлично И Ци Выступают Сравнительно Необычным Пиком Им Нормально Все Удается Флаг Сейчас Купит Стим Буз Это Будет 1200 ХП Но Напомню Коты Пока Что Играет Четвером То Что Дерево Пытается Что-то Ганкать Это Еще Не Дает Особого Преимущества Вардик От Вардовсайта Дайсон Карца Видел Леон Дерево Дерево Опять Сульту Опять Хочет Ее Применить Вальку Видно Мидеры Хеллборна Знают Что Их Хотят Убивать Энджик Энджик На ботинках Пеблз На стимбутсах Как-то Особо Его не догонял Есть Контервард На случай Выхода Дерева Дерево Выходит И попалилось Уже Ульта По мастеру Варнзу Будет Стрелка От Валькирия Будет Будет Успеет Льон Да Но Наверное Его Это Не Спасет Готов Фраг Глацик А теперь Большие Проблемы Тп От Предатора Глацик Уже В инвизе Через Секунду Новый инвиз Но Флакс Справился На Глацике Фраг Реализован 3-2 Хеллборн Прилично Себя Чувствует 2000 Золота И 1000 Опыта В их Распоряжении Пеблз Инвиз Закончился Рунки Внизу Не будет Въезд От Предатора Если что Стоунхайд Стоунхайд Правда На 1 Пеблз Сможет Если что Отмахаться И он Это Будет Делать Двухсекундная Стрелочка От Вальки Пеблз Не знает Что Мути Умирает Хотел Дать Стан Подвоим Но Это Его Подвело Плаграйдер Делать Четвертый Фраг До команды Хеллборна Очень Хорошо Сейчас Выступают Не в пользу Котов Преда Очень Похоже Что Будет Пытаться Собрать Санитариус Валька До сих пор Без ботингов Предатор Хочет Липаться Позже Но У нее Была Банка Инвиза С собой Здесь Есть Пеблз И Преда С Пэром Решили Отступить Пэр 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 Не то Купил Наверное Ооо Ботинки Это же Другое дело Стрелка Мимо Рассказ Даже Не реагировал Предатор Стоунхайдом Особо ему Это не было Нужно Дерево Седьмой Левел Против Девятого Флагса Уже Не так Удобно Стоять Флагс Неприятен Вальку Продолжают Гнубить Предатор Продолжает Фрифармить Триста Почти Тридцать ГПМ Уже Есть Ублеса Триста Увуку На флагсе И такого Результат 287 Как бы Уже Вот-вот Будет Триста И такого Результата Нет Практически Ни у кого Кроме Лисника Команды Кэтс Все Линии Были Проиграны Замаксил Вообще Хаунд Сейчас Остался Это Хорошо Бустью Тульту Правда Но Дерево Заберут Ли этого Пацана Он до сих пор Тут ничего Не покупает А Рингов Сорсери Купил На вальку МЗ Сада Планируется Есть И Достанет Для пред Нет Решил Не дайвить Дерево Не нашло Вверху Себе Применение Пошло Фармить Чужой лес Но Это Неплохо К сожалению Просто Такого Керри Как Пред Нафармленного Не Будет У команды Кэтс У вальки Дело Совсем Плохо Фармить Нужно Какую нибудь Врач Хагу И Пеблса А это Не сильно Пока что Хорошо Выходит Какой же Какой нибудь Ульта От Инженера Хагу Скорее Всего Заберут Да Там У Блинка Очень Маленький Кулдаун И Дайсон Карта На Инженере Получает Ультимейт Вориор А Валька Хочет Что-нибудь Сделать Но Даже Флакса Забрать У нее Скорее Сего Нет Все Так Получается Правда В ответ Умирает И она 9-5 Выигрывает Пока что 9-6 Все Еще Выигрывает Легион Нет Хеллборн Все Еще Выигрывает ПР ПР Решают Не Двигать Хотя У него Нет Манны Нет Первого Скидания Туты Ничего Могли Даже Глацик Мог Попробовать Что-то С этим Сделать Но 6-9 Выигрывает Совсем Даже Не Коты Предатора Во всем Этим Файте Не Было У него Уже Есть Инсанитариус Дерево На Астролабу Не спеша Выходит Предатора Подзабыли Плохие Новости Так Всегда В любой Игре Забытый Предатор Это Не Может Быть Хорошо Преда Я Думаю Улетает Наверх Наверх Прилетел Флакс Редатор Драчка С Валькой Фрагу Не привела Но Вальку Прогнал Даже Банк Ему Пока Незачем Езвать Сейчас Скрипом Можно Порегениться Дерево Улетает Через 20 секунд И может Быть Немного Еще Экшен От Котов Скоро Нет Не Скоро 800 Копеек Еще До Этого Портал Кея Который Может Помочь Котов В развитии Этой Ситуации Но Пока Она Не Радует 4 500 Золотой 3 800 Иксп У команды Иц Преимущество Перед Их Оппонентами Флаг Кстати Ghost March Необычно Монт Монт Сразу На Энергайзер Или нет Или да Или нет Р уже здесь Даст На всякий случай Готовится Наверное К приходу Дерева Ну и оно Кстати Недалеко Преда Что ты там Следующее Решил покупать Валюхи Проблемки И ПР Ульту Давать Будет Будет Давать Ульту Кегой Промахнулись Ульту Ульту Потратили И Валька Ушла Хорошо Для ФФ Это очень Неплохие Новости Много Ресурсов Потратили Для того Чтобы Только что Попробовать Убить Вальки И не Получилось Триплы Эншентов С одной И с другой Стороны Вот Энерджайзер Легенчик Эншент Еще Деньжиж 5000 Уже Деньжиж За Хеллборн Имеет Преимущество Команда Итс Попытка Въехать По флюксу Скорее всего Завеньшается Успехом Втроем Пытается Собрать Флюкса На него Дана Была Ульта Мастер Ваймса Но Слишком Много Дэмажа Трои Даже Четверых Игроков Команды Ну Санни Не добежал Но Хотел Было Помогать Вчетвером Если что ТПшка Есть Моа Тоже Ну В общем-то Вся команда Хеллборная Обеспечена Там Порталами Пушат Мидаллайн И наверное Хотят Задыфать Вверх Есть Куча Куча ТПшек Сразу Вес Поплограйдеру Закончился Фрагом Приезд И на Энерджайзере Пытается догнать Ульта От Вальки Позволит Ли уйти Есть Варду Вревелайшн Валькирия Заканчивается Очень быстро Ульта Валькирии Закончится Через Одну Секунду Ну Это Только Один Фраг Для Команды Легиона Ну И похоже Задинайный Тауэр Что Хорошая Новость Да Очень Очень Литцы Мастер Варм Что-то Тоже Фармит Около 300 КП Это Для него Неплохо На Достаточно Агрессивной Миди Он Стоял Против Пэбл Со С Лациком Это Не Сильно Приятная Линия Хотя Они С Ней Справились Чудных Энджет Фармят Об этом Знает Команда Есть П Рядом С Ультой Но Похоже Этот Въезд Не Будут Производить А Вот И ПК Наконец То Мы Дождались Наконец То Портал Кейн На Пэбл С Даже Не Наконец То Его Реализация В Соло Был В прошлом Пассе Но Ой Динайчик Замедленен По Флаксу Будет пытаться Утпшиться Но здесь Есть все Для того Что ему Сбить Глацик С танчиком Попадет Флаксу Летит Оу Ноу По мастеру Сбить Зацик Ульт Был Ульт Продолжение И Убил Еще И Дайсон Карца Инженер Отдал ему Немного Денег Блесс За Денайл Тауэр И Продолжает Фармить На Предаторе Что Это Хэлф Лавр Ну Уж Точно Не Рефрешер Харкон Пуш Т2 Никакой Игрок Еще Команды Хэлборна Не добрался Так близко К таверам Вторым Таверам Стороны Предатор Готовится К ТП Это ТП От Предатора И Просто Прогнал Всех Вот так Но ульты У дерева Как бы Нет Действительно Не сильно Хотелось Выдраться Кота Пауза Этот Сов Флакс Уже На ПК Это Уже Можно Что-то Пытаться Производить С Масуль Там Нет Дисконнект От Вуку И Интересно Мне Вот Искренне Интересно Что Будет Покупать Себе Предатор Из Арканы Ну Скорее Всего Это Будет Именно Сало Не Нравится То Что Валька Улипывается Шайла Сразу Сразу Влинкивается Влинкивается ПР Пока Особо Без Ничего Не Странно Это 95 ГПМ У Влади Хотя Он Полезен Все равно Полезен У него Есть Скиллы Есть Ассисты Ну Его Ульта Всегда Хороша Как Не Крути Какого Бы Там ГПМ А он Не Был Ульт Пойдет Так Как Надо Если Будет Правильно Запущен Флакс Моа На Энерджайзере Пока Без Больших Достижений По Деньгам Энджик Тоже Пока Не Соберет Никогда Его Задача Будет Врываться В поле Боя Рядом С оппонентом Хотя Но Флакс Будет Даже Если Ульты Не Получатся Ультсов То Всегда Есть Предатор Предатор С кучей Армора Уютно Себя Ощущающий В текущей Ситуации Игры 12 Левел Он 12 Левел Пеблс Пеблс Правда Начал Свой Путь По Ганкингу Пару Килов Это Ему Добавило Ну И Два Хеллф Лавера Скорее Всего Будет У Команды Легиона Когда Небудь Добав discourse Легить Небудь Сaya Трaciones Чhow Блэш Блэш Легка сид С嘉 sin Там нужно еще пару секунд И они смогут продолжать в чате Дискуссия того, кто же сильнее, кто же слабее И хочу вам сказать, что Да, да, наверное, все-таки Лейт у Хеллборна сильнее Хороший, очень хороший лейт Обеспечивает им предатор Плюс шансы выйти в приличный Лейтгейм Мастеров Армса тоже велики Но, наверное, не в этой игре Мы не будем, скорее всего Смотрите, эту игру полтора часа Когда тут уже керри потенциал все проявляют Ну а в тимфайтах И керри не ходит, и не хард керри Но и Пэблс, и Хага, и Валька Все здесь с вопросами керринга справятся Поэтому пока никаких заявлений о том Перешла игра в лейтгейм или нет Я не готов говорить 21 минута только, о чем тут речь вести 11.10 коты, кстати, справились немножко ситуацию Выровняли после портал керри у Пэблса Ну а с двумя хеллфлауэрами Они легко расправятся с предатором Поэтому будем смотреть Пока очень интересно Преимущество практически несущественное 700 голды и 1000 экспейт для хеллборна Это вообще немного Но преда ни разу не умирал И фармит вполне неплохо 400 гпм у него Но вот будет ли классным для него хеллфлауэр Тоже интересно мне посмотреть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До сих пор До сих пор ждем О, 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 о Продолжим-ка наши финальчики Коты против ицов Интереснейшая игра Равная По всем практически параметрам Все очень-очень хорошо И у одних, и у других Хотя, конечно, сосредоточен Важнейший фарм Именно в предаторе У хеллборна Но не то, чтобы он пока что Мощно пригождался в тимфайтах Такого тимфайта мы еще не видели Ну, как увидим Тогда и сможем делать какие-то выводы Пока ничего не ясно У Вальки дела, конечно, не сильно хорошо Но 200 гпмф свои уже насобирал Вспомним, как это начиналось И это будет вообще Субтитры делал DimaTorzok Пока затишье Да, хеллфлауэр будет у предатора И будет он достаточно скоро Буквально 1300 копейкам У осталось до него И это с его гпмф буквально пару минут Профилактические есть по Вальке Типа он, отсюда я здесь фармлю И никаких новостей Рео фармит и фармит тот же самый хеллфлауэр Который хочет и хага И он, но Много ли кусков от хеллфлауэра Подобавлялось всем У Хаги один Арканстав И у Певлоса тоже Коты заняли верхнюю линию С агрессивным фармом А предатор нижнюю Это Тауэр для него Хеллфлауэр уничтожил Тауэр для него 200 копеек Да? Или 150 вообще копеек осталось ему До того, чтобы купить последний Арканстав Да, 200 И будет хеллфлауэр на предаторе Неплохо, в принципе Не то, чтобы прям монорегенам Очень нужен Но О, 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 о Похоже пена на первый тимфай Да это флаг Стягивает всех Инженера ульты пока нет Предатор В ЕСПП Босуя ульта от Вальки Должна бы попробовать Кого-то отрывать Но есть Даст Предатору вообще не больно Но он Стоунхайд юзнул до ульты И дерева Поэтому чуть-чуть Какое-то время Здесь простоял В бульте инженера не оказался Ни один персонаж Преда Преду больно, кстати Достаточно Достаточно больно Хеллборн вынужден отойти Забрав одного Пеблса Ну и Тауэр они котам тоже отдали Коты могут продолжать Хак Есть один фраг Будет для продолжения Флагс Предатор сразу Инвиз Хорошо Очень хороший тимфайд от котов Жалко, конечно Предатора не забрали Но Неплохо Все равно неплохо Предатор собрал Хеллфлауэр Раскроет теперь Немного своего потенциала Есть у него и гем Который был нужен В этом тимфайте Явно По поводу Привет Большой в чем В чат Еще раз Я уже объяснял Как работает интерфейс И понимание того Что происходит Рассказываю Еще раз Пока небольшое Затишье Перед бурей У нас в игре Кэс противоится Итак Все что было понятно Вот тут внизу Внизу написано Что происходит сейчас Вот это G7 25 финал Это турнир И что это Финал И турнир G7 Вверху Команда Кэс Мы видим слева И команда Итс Играющая за Хеллборн Справа Тоже вполне логично И понятно Ой Не забрали Это было не сложно Хеллфлауэр даже Юзнули на дерево И с Хеллфлауэром Конечно дерево Уже не так плотно Смотрится Если Вот тут стоят Нолик и нолик Это значит Что это первая игра Из Гэстов 3 Если здесь цифр нет Значит это был один Раз счета нет Пока 0-0 Первая игра Команда Гэдспорт В команде Итс Счета еще нет Никто счет не открыл И кто из них откроет Мы узнаем По результатам этой игры Когда кто-нибудь победит То вот либо здесь Единичка появится Либо здесь Ну и дорогие зрители Привет большой в чат Почитываю я вас там Иногда ваши смешные вопросики Милую аналитику И рад вашей активности Почти полторы тысячи зрителей Нас сейчас смотрят И я думаю К следующей игре Полторы тысячи Мы насобираем Всем большой привет Меня зовут Акамай И я с удовольствием И им Огромным для вас Стримлю Комментирую эту игру И смотрю И наслаждаюсь Ею вместе с вами Коты зовут Телепаузу Сразу же ее Готовы снимать Этот Т2 Достанется Сейчас Итсам Очень быстро Готово Ой флаг Стяжечка Ну продолжение Это опять не будет Ой предатор Моментальная смерть Глацовса Конечно тут ничего не скажешь Но Глацовса Самая простая цель На всякий случай Перед отходом Итсы смогли Забрать еще одного В принципе неплохо 70 секунд ульты Кулдауну флагса А за 70 секунд Ближайших Они все равно Особо никого убивать Не собираются Гемчик Гемчик Вот вардик Должны были его заметить Заметили Оставили за собой Вардик И конгор Скоро будет Пред Вообще нормально Все у него Не знаю Очень хорошо 430 гпм Сейчас еще на энчетах Еще немножко Приподнем Еще один вопрос Из чата Достаточно актуальный Хотел я на него ответить Но отвечу сейчас По поводу Новых героев Гринексов Солстисов Перлов Лоудстоунах И прочего Когда же их Пустят в локпик Да Их пустят в локпик По окончанию серии Скорее всего Либо в конце этого месяца Либо в середине следующего Будем смотреть Если это еще Случится до Нашего Г1 То это будет Я думаю Еще то веселье Когда Появятся Все эти персонажи В игре Есть по Вальке От предатора Вальке уже есть Энерджайзер Но он на кулдауне Предыдал Хофф Лаур Но вынужден ретироваться Так что Когда Вот Буквально скоро Я думаю Недели 2-3 До месяца максимум И будет Огромный баланс патч Где Многих героев Поводят Но несколько новых айтемов Ведут как-то Даунбрингер Все это Я думаю Еще раз Наобразит Наш Компазитив Гейминг И Сам Честно говоря Этого времени Не жду Хофф Лаур Первый у легиона Второй скоро Будет Ухаги С двумя Хелфлаурами Должно быть Полегче Этот Вард оф сайта Дайсон Карца Конечно хорошо Увидел Все что происходило Но сделать Особо Хеллбор не смог Ничего там Мощного ганкера Не наблюдается Преда Преда Купила Дайсбренд Валька Серьезно Вархаммер Ну Дамажит Так Дамажит Наверное Зешил себе ФФ И Я Искренне Даже Сомневаюсь В том Что это может быть Боюсь Что даже Молнии Какие нибудь Наверное Коты уже согласились С тем Что игра не будет Пятиминутной О Вот Второй Хелфлаур Блин Квей от Певуса Привел его К мастеру Вармсу Сразу Хелфлаур Есть По Певусу Предатор Сможет продолжить Предатор Есть Гем Не спасает Тут Инвиз Вальки К сожалению Ой Пятерочка Классная Реакция Три оборота Реакция Через Одну Секунду Был бы Но Уже Не будет Порталке Сзади Правда Валька Расправилась С инженером Но Блес Уже Ультимуэйт Вориор И 460 ГП На предаторе Хелфлаур Только что Себя немного Оправдал Убить Певуса Приятно Для преда Флагш Скоро Тоже На фарме Свою ФП Скоро Райт Понемножку На подходе У Халборна У предатора Вообще Все Замечательно Ему Правда Надо Даже Есть Куда Токен Положить Въезд По Вальке Флагш На всякий случай Ульту Замедление Вальку Все-таки Заберут Очень Быстро Покетят Что Ли Да Не Будут Хотя Могли Мо Был Рядом Даже Первым Скиллом Дерево ТП Флагш Лидирует В демедж Данях А тут Все По чуть-чуть Свою пользу Командам Приносят Сейчас Вообще Вижен Отличный Забор На все Что не надо Им Они По сути Видят И Вот Это Они Наверное Очень Хотели Поуничтожать Дерево Не Спеша Выходный Рефрешер По Варду Гуляют Пэбблс Есть по Предатору Есть по Нему Хелфлауэр Смогут ли Его забить Наверное Смогут Нужен Второй Хелфлауэр Сверху Или нет Да Убиваясь Легендарис Сбиваясь Блеса Это Очень Хорошие Новости Больно Очень Больно Пэбблс Вот они Две Ульты Флагсплесс Инженер Сильно Сильно Неприятно Хага Хочет Продолжать Дерево Должен Должен Нет Не получилось Справиться У дерева По гладшику Промахнулись Но все равно Убьют Пэр Пэр Хочет Улететь Хаг Где ты Хаг Уже улетел Да Файт Даже без Предатора Не в пользу Котов 18-15 В пользу Команды Иц По счету Претел Преимущество У команды Хеллборна В первой игре Наших финалов Хаг Нашли Руль Подписывайся Валька Забрала руну И Флакс Не спал Это Накрик Отреагировать Есть уже Фростбёрн Чуть больше мусспиды Гем есть тоже И, наверное, вот это по антивардить И пойти пилить уже Конгора давно, его мы не Не видели 32 минуты Никаких угроз его жизни не поступало Нет, одно, нет, другой команды Ой, у Вальки могут быть проблемы Правда нет, нет, нет Хелфлавера, это всё-таки молния Как я предполагал, на FF и на энергайзере Он, скорее всего, бежит Ульта Флакса Ой, не очень хорошо Не очень хорошо скоординировали Ульту Флакса и Ульту Инженера И Валька не засалилась На ульте пытаются На ульте выйти, ребята Это Пеблс промах станом Это не сильно хорошая инициация Контр-инициация Это предатор стана По Пеблсу не среагировал Две ульты, что ли, уже? Нет, какие две ульты Ой, предо всех съест Просто всех Пэр даже не умер У Хеллборна, пока смерти нет Минус два уже у Легиона Это дерево и Пеблс Казалось бы, самое толстое Флакс не так и долго до ФВСа Да, восемнадцатый пред Сейчас вообще по всем показателям впереди Хотя нет, по экспоему От Муад отстаёт А вот ГПМ-460 Очень хорошо Много денег И ещё перспектива В два слота у предатора есть А где, кстати, бульварк? Что-то бульварк не наблюдается У Хеллборна И это странненько Так, в скором времени Шранкен Ну, достаточно даже немного денег осталось И вот этот же Шранкен не помешал бы и Пеблсу Очень не помешал бы О! ПРчик, ПРчик, ПРчик умрёт Пытался Флакс ультой засейвить как-то Но не получилось Что-то предатор ульту Мастеру Ваймс задали Наверное, мискликнул Мо, я не знаю Есть первый Шранкен Преда, 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 преда Соло не справится Он даже с Конгором вообще никак И нужен Флакс, чтобы это всё оттанковать Пред по Конгору слабый демэдж-дилер У него вот эти 220 Это и всё, что он может сделать Хотя у него есть Абишел И, в принципе, драться с ним он может Но это будет просто слишком долго Флюксик въезд по Вальке Безуспешно У Вальки всё равно хоста в банке была Всё нормально Уже ФВС есть в сборе У Флакса Это хороший буст его ульты Напомню, он накладывается на всех на карте ФВС, если у Флюкса ультует Ой, Пэбус, въезд по Мастеру Лармс Будет продолжение от Врачи Схаги Моази точно не выживет Хорошо Отличный ганг от котов Привет, а въезд по Врачи Схаги Ульта от Инженера Кстати, ответная ульта от Кипера И, кстати, выжил Флакс Стяжка минус дерево Минус Врачи Схаги Пэблс тоже Три на пять сражались Результат не сильно хороший Мастер Вармс Да, это какие три на пять Три на четыре даже без Моа Теперь уже и Конгар Денег в вагон у предатора Флакс, наверное, теперь должен Уже нужно собирать какой-то Бульварк Моа, кстати, на Саведж Мейсе Тоже такая неприятная неприятность И Конгар, Конгар Достается Команди Хеллбор На токен у предатора Конечно, нет У Флакса Почему-то токен Предки посчитать себя бессмертным Ну, или решил Гем не отдавать Ну, ладно Ну, ладно Пуш Нижнего Таура С токеном все хорошо Очень толстым флаксом Тоже замечательно Все ульты уже тоже на месте И ульцов Все более чем по плану Прямо в Контер Вард Поставил Вард Инженер Саведжа Прямо в Хеллбор Саведжа Прямо в Саведжа И вот результат флюкса отлично всех зажало прямо на углу. Минус один, минус два, минус три. И очень быстро. Много киллов. И тут уже ничего решать. Похоже, это будет с ГГ от команды Кэтс. Очень, очень, очень на то похоже. Да, вот как идет от Легиона. И похоже на победу команды. С чем мы их и поздравляем. Отличная реализация. Достаточно необычного пика. Это было очень интересно смотреть. 39 минут длилась первая игра финалов. И мы с нетерпением ждем второй. 1-0 в пользу Ицов. 2-0 в пользу Ицов.